Поведение траектории в некоторой области которая проходит через точки некоторой области мы знаем как оно устроено Есть несколько, четыре варианта поведения траектории и в принципе для любой системы эти варианты могут быть уточнены конкретно Ну а есть области, поведение в которых, так сказать, вообще говоря, мы не исследуем Известно, что для некоторых систем там есть сложные действительные движения из хаотических, например, движений траектории и это будет считаться вот сложной динамикой И задача, которую я буду рассматривать сейчас она в разных вариантах появляется Это вот как продлить фазовое пространство в такие области Как найти такие области в фазовом пространстве не менее ли с теми, что для одной из этих областей мы знаем поведение траектории а другими, в другой области, да, приведение надо будет отсюда Но история эта довольно старая Я расскажу, что здесь мне известно Потому что я этим вопросом занимаюсь уже где-то 25 лет Время от времени И началось все Вот в начале 90-х годов Фактически Речь шла о том Как в невидимой системе численно, например, находить периодические траектории Вопрос материальный И с этого, собственно, я начну А потом оказалось, что Вот результаты, которые были получены для периодических траекторий Они в точности верны просто Формулировки эти Для всех инвариантных компактов системы Это уже стало довольно интересно Поскольку Речь шла и, в частности, идет о Таотических аттракторах Например Про 30-х, а не так далее Далее Вот С 2008 года Вышла публикация Касающаяся не автономных систем Что совсем уже стало, так сказать Широким классом И Здесь Попадываются системы Которые Завершат там, скажем Гладкие Ну, непрерывные По крайней мере Значит Возмущения Систему с управлением И С управлением Возмущением И там может Ставить задачу Вышать их В общем Не только Касающим же Непрерывных систем Но и Пришло это На задачи С дискретными Системами Как рисовать Как и устроены Но Я тут Скажу Что Оказалось Что эта техника Она по существу Так сказать Является Тесно связана С геометрией Вот Простой Геометрией Бокового критического Характера Действия Устойчивости Скажем Полоцене Равновесие В этой технике Могут Вычислить Считаться И анализироваться Несколько По-другому И в следующем Затрате Возможно Но Есть результаты Связанные С построением Просто функции Плова Одна из таких Классических задач И Такой вариант Тоже Разложен Для положения Техниевого Но Я отмечу Что вот Результаты Связанные С Плова Хотя Это Требует Доработки Ну а Публикации Сразу скажу Что Они есть В нашей Отечественной Литературе В докладах Академии Недавно Вышла Первая Публикация Вышла В этом Западном Турнале В 2007 году Но Дефор Есть Массоприложения Этой Техники Для систем Которые Следуют И опубликованные Вот Учениками В западной Литературе Связанные Эти системы С Задачами Такого Биологического Характера Механические Системы Гамильтона В частности Системы Похвали Ну это все Можно найти Ну вот Начнем С Растейшей Постадошки Следующий Вот Если у нас Имеется Система Которой Мы Ничего не знаем Но мы Хотим найти ее Все Периодические Движения Ну Чисто Скажем Это Один из таких Методов Поинтегрировать Помоделировать Посмотреть Что там Получается Но При этом Моделире Что использовать Можно Такой Траектории С начальными Данными Плоскости Строить Отображение Этой поверхности В себя Неподвиженная Точка Вот вам и Начальные условия Для периодической Траектории Но Возникает Что вошелся При реализации Такого подхода Ну где Это сечение Выбрать Если система Ничего не Неизвестно То как Выбрать Сечение Это строение Отображения Вопрос Тривиальный Можно Промахнуться Выбрать Не там И ничего не получить Второй вопрос Это как долго Интегрировать Траектории Когда мы строим Дискретное отображение В плоскости Ну В себя Поверхности В себя Отображения Ну По-другому Вот Можно эти Вопросы Сформулировать Так Найти такую Поверхность Ну имеется ввиду Размерности 1 Чтобы любое Периодическое движение Пересекало Эту поверхность Если мы Это имеем Поверхность Такую То уже Можно читать Интегрировать Тогда Есть второй вопрос А как долго Интегрировать Может быть Траекторию Начинаем читать Она уходит Далеко Ну а есть Примеры Когда Такие Периодические движения Они довольно размашистые Скажем так И Хорошо бы иметь Оценку Для Времени Интегрирования Какую-то другую Аценку Вот таких Два вопроса Восьми Они оказались Довольно простыми Для решения Не странно Вот Второй вопрос О нахождении Области Тоже стало Называться Вопросом О Локализации Периодических Держений То есть Нахождение Такой Области Пространской Состоянии Системы Где Находится Все Периодические Траектории Позже Все Вариантные Компактные Системы Ну а первое Это Дальше оказалось В этом плане Технических Ну вот Решение Для Передческих Движений Значит Значит Вот У нас есть Система Есть У нас Немерная Система Которая Будем считать Что У нее есть Теориум Система Единственность И все Решения Рассматривают На максимальном интервале Их определения Значит Техника Рассказывается Возьмем Производную Функцию На Пространство Состояния Это Не функция Хотя Может быть И такая И Проведем Три Простейших Вычисления Во-первых Возьмем Производную Функцию Системы Выравняем Ну И Рассмотрим Такое Мы Называем Инверсальное Сечение Ну Иногда Советую Называть Лопаем Сечением Второе Что мы Делаем На этом Множестве Найдем Две Величины Это Инфирма Нашей Функции Системы На этом Множестве Множестве Это Могу Могу Сночность Неважно Но Эти Величения Всегда есть. И потом выпишем множество. И вот он называет алфемизирующим множеством. Это множество тео-функций в постоянном состоянии, где значение нашей выбранной функции, вот этой, не заключено в этом интервале. Вот оказывается, что появилась такая теорема, что любая периодическая траектория нашей системы содержится в этом множество объемов. Шхема такая. Вот это множество нулей производных функций фи-системы. Вот где-то в этой поверхности уровня функции фи-ан-пи. Вот такие. Вот минимальное значение на множество. Если вот соответствует такой уровень уровня функции, это максимальное. Вот что между ними заключено, это и есть алфемизирующая. Поэтому все периодические движения нашей системы находятся здесь. Но речь идет о том, сразу вот, что такое функция фи. От нее ничего не требуется, кроме вот латвистов, скажем, ци-1. Но, если взять произвольную функцию фи, может быть и неудача. Почему? Потому что вот эти величины такие, может быть конечные, может быть бесконечные, что вот это омега-фи тривиорально. То есть все пространство состоящее. Поэтому технику некоторую, так сказать, надо развивать, чтобы это омега-фи не совпадало со всем р-ом. Но неудача может быть для любой системы. Если, скажем, вот система, где есть переменные икс и икс, там, верно или больше, если взять вот такую функцию, то она, смотрите, она, значит, во-первых, ограничена, она бесконечности, она нуля-у равна. Поэтому она достигает глобальной наименьшее и большее значение в районе. И эти точки, эти значения, они заведом, можно сказать, с 1-10, поэтому вот это множество омега-фи для такой функции фи для любой системы оно будет тривиальным. То есть совпадение. Но естественно возникла сразу задача о выборе рациональной функции фи. Понятно, что нужно стараться выбрать такие функции фи, если это возможно, чтобы универсальное сечение было компактным. Если это так, то тогда вот это множество уже есть полшанса, что оно будет нетривиально, и задача нахождения фи в супре, он задача наибольшего и наименьшего значения непрерывной функции на компакте, уже численно хорошо все начинает работать, и можно считать аналитические численно. ну и скажем, вот в первой работе, когда это было вектор на поле таких систем, как Лоренца, Жилхнера, и другие классические, которые полиномиальны, то функцию фи можно искать неопределенными коэффициентами в виде полинома, вот, а ее производная тогда тоже полином, а чтобы нули полинома были, так сказать, компактные множества, но первое простейшее требование, пусть полином будет производным по и второй степени, знак определенный, лучше положительный, отрицательный, определенный квадратичный формы, и тогда все, так сказать, начинает стадиться, аналитически получаться. но это напоминает вообще говоря работа, функции милипунова каких можно искать, и тут это не противоречит, ну не прям вообще, вот сразу еще раз подчеркну, что функция фи, вот это единственное пожелание, поскольку тут квисточкой участвует, и удобно работать в этой один классе. Следующий там. Нет, все правильно, назад шутка. Вот здесь, да. Вот ваше нечаяние в вашу школу здесь. Понимаете? Вот если это фазовое пространство, поверхности уровня нашей функции вот такие вот кривые, это, как сказать, фи равно фи супремум, это равно фи или фимум, здесь прежуточная поверхность уровня. Вот важный факт первый, что если градиент функции фи в некоторой точке равен нулю, то эта точка принадлежит поверхности уровня этой функции, которая находится в локализирующем множестве. То есть все нехорошие поверхности с точки зрения геометрии, поверхности уровня функции с особенностями, они лежат вот здесь. А если значение функции или поверхность уровня отвечает значит числу d, которое меньше фи или больше супремума, то эта поверхность уровня лежит вот здесь, вне локализирующего множества, и она хорошая, она с точки зрения геометрии является, во-первых, многообразием, размерности 1, c1 класса включен, и она еще к тому же, что важно, она полупроницаема. Что значит полупроницаема? Траекторию каждый вариант компакт, компонент этой поверхности пересекает в одном направлении. Почему? Потому что нули производные всей системы находятся внутри локализирующего множества по определению по строению. И вне его производной фисточкой на каждой компоненте она будет иметь свой знак. И поэтому как ведут все траектории системы, пересекая эти поверхности уровня, хорошо видно. Далее. Еще сейчас на этом говорю. Еще что полезное здесь, что когда мы хотим оценить поведение траектории в некотором множестве, то обычно хорошо бы, чтобы производная функции некоторой в силу системы на этом множестве имела знак постоянный и была делена от нуля. Тогда траектория выходит из этого множества. А если она еще полупроницаемые границы имеет, то понятно куда выходит. И вот это вот тот путь, который я буду реализовывать с сегодняшним выступлением связанным с поведением траектории. Ну вот это результаты для периодических траекторий оказались справедливы для во-первых производного множества кул. Есть системы, где есть естественные ограничения на переменные состояния. Если мы все наше внимание содержим в нашем множестве кул, мы предъявляем все эти остановки этой задачи рассматриваем внутри множества кул, то техника остается та же. Для находения всех периодических траекторий находящихся в множестве кул надо сделать следующее. Взять тоже универсальное сечение, но экстремальное значение найти на пересечении универсального сечения с этим множеством. и тогда вот это множество немножко полу оно будет всегда оно как раз и содержит тоже все периодические траектории содержащиеся уже в множестве кул целиком. Дальше. Ну вот здесь изменена только формировка теоремы название речь идет о юноридных компактах процедура остается в точности без изменений такая же и теорема аналогична, что все инвариантные компактные системы лежат в множестве лежащие в множестве веку они содержатся в этом локализирующем множестве. То, что для периодических движений в траектории было сказано все верно для инвариантных компактов. Ну вот здесь я скажу, что любой инвариантный компакт имеет нетривиальность это не точка имеет по крайней мере две общих точки вот с этим множеством. И поэтому так сказать невидимых компактов или аттракторов или хидоматтракторов есть такая тематика последняя на самом деле не существует. Потому что есть начальное значение для поиска компакта невидимого брать не в окрестности неустойчивого положения равновесия а брать на вот это множество то заведомо есть целая окрестность на этом множестве которая притягивается этим аттрактором. Траектории из которой притягивается это аттрактором. Поэтому понятно, что численно это уже путь такой поиска. Но чем меньше это множество тем лучше. и тут есть некоторая техника его сужения. Так дальше пожалуйста. Вот эта техника с чем связана? Можно такую традиционную процедуру построить. То есть что такое локализирующая множество? Это фактически такая геометрическая аппроксимация множества всех инвариантных компактов. Первую функцию взяли получилось большое множество. Если есть несколько функций выберем несколько функций фи-1 фи-м тогда можем делать следующее. Возьм ку-е произволенное множество которое нас интересует или фазовое пространство всего и найдем локализирующие множество для инвариантных компактов нашей системы вот оно с помощью функции фи-1 а потом возьмем следующую функцию фи-2 и зная что уже все инвариантные компакты нас интересующие содержатся в к-1 пройдем построим новое локализирующие функции для инвариантных компактов содержащихся в к-1 с помощью функции фи-2 получается такая вот последовательность сложная друг в друга локализирующих множеств и она понятно дает более точную фоксимацию для множества всех инвариантных компактов нашей системы но она полезна и в других смыслах будет следующая так сказать ну теперь вот тематики выслушрение значит ну принцип значит такой что вне локализирующих множеств поедине траектории простое вся сложность находится внутри ну что мне потребуется потребуется понятие омега предельной точке два простейших факта таких есть что если траектория не стремится к бесконечности тогда у нее есть хотя бы одна омега предельная точка но стремление было иметь ввиду при стремящемся к бесконечности или правой границе области определения вторая теорема она немножко по духу так напоминает теорему вассада принцип инвариант состоит в том что если универсальное сечение то каждое универсальное сечение содержит омега предельное множество траекторий если траектория с некоторого момента времени не пересекается с этим универсальным сечением поскольку универсальное сечение это множество тоней функции Фи вот то понятно сказать мостик теоремы лассада где говорится что если функция f достаточно хорошая, еще дополнительные требования наложить, то тогда предельное множество любой траектории там в области, которая ограничена, содержится в максимальном инвариантном множестве, в подножестве множества нулей производной. Ну, это вот связь неясненная. Следующий, пожалуйста. Итак, вот рассмотрим, что значит частота вне локализирующего множества. Вот рассмотрим наше множество. Тут напомню, вот множество нулей производной функции φ, вот φ равна φ супремуму, φ равна φ инфимуму, а это производная функция здесь равна нулю. Ну, допустим, она больше нуля вне локализирующего множества. Например, тогда можно ввести два понятия. Это компоненты дополнения к локализирующему множеству первого и второго рода. Первый род это вот что такое. Это те точки, где функция φ больше φ супремума, а производная положительная. Или наоборот, функция меньше инфимума, вот, а производная отрицательная. Ну, а второго рода точки, это когда здесь переплёсанные вы смотрели. То есть функция, значение функции больше φ супремума, а производная отрицательная. И наоборот. Значит, вот на этой картинке что получается? Это множество нулей функции φ. Если не здесь будет функция φ, производная, допустим, больше нуля, поскольку это φ больше φ супремума здесь, то это будет первый рост. Потому что положительно, φ больше φ супремума. А это будет второго рода. А это локализирующего множества. Там пока тишина. Значит, вот теорема первая звучит так, что если траектория выходит из локализирующего множества, то она попадает в компоненту первого рода, достаточно очевидно. Вот. А в компоненте первого рода все траектории стремятся к бесконечности. Поэтому вот поведение траектории в производной системе с такой картинкой, вот здесь уже все понятно. Траектория, если выходит через вот эту линию, она только туда может выйти вот по этим данным. А здесь она уходит к бесконечности. А вот это область второго рода или компонента второго рода, дополнение локализирующего множества. Дальше, пожалуйста. Здесь ситуация сложнее. Вот я на рисунке ее повести. Вот если это компонент второго рода, значит, тут фи равно фи инфимум, производная больше нуля. То есть меньше инфимума, здесь значение пункта, а производная больше нуля. Второй род. Значит, вот все варианты здесь нарисованы. Траектория, если проходит через эту точку, она может уходить на бесконечность. Вот, так сказать, даже в метрике, допустим, не приближаясь к этому множеству локализирующего. Ну, может уходить на бесконечность, так сказать, уменьшаем расстояние такое. Но это общий случай, траектория уходит на бесконечность. Второй случай состоит в том, что траектория все-таки остается в этой компоненте, не переходит, не уходит из нее. Но она приближается к локализирующему множеству, то есть она не уходит на бесконечность, и у нее есть хотя бы одна предельная точка. Так эта предельная точка, и стало быть, все омега-предельное множество этой траектории содержится в пересечении границы локализирующего множества и универсального сечения. Это не обязательно ограниченная траектория, она может быть не ограниченной, но не стремящейся к бесконечности. Ну, третий вариант такой, что траектория покидает это множество. Покидать она может только переходя в локализирующее множество. А что там, это чуть позже. Но это, вообще говоря, выход из простой динамик. Поэтому по мостям того рода движение тоже понятно и просто устроено. Здесь простая динамика. Либо уходим на бесконечность, либо приближаемся к границе. И это приближение связано с тем, что предельные точки на границе лежат. Либо мы попадаем в локализирующее множество. Ну, в локализирующее множество, конечно, может быть все что угодно, скажем так. В частности, если выходим, то, как уже было сказано, выход только в область первого рода. И тогда уходим на бесконечность. Дальше, пожалуйста. Ну, вот простой пример распадающейся системы. Можно взять, во-первых, оси координат разбиваются на фазовые траектории. Получением равновесия в начале координат интегрируется. Вот сравнение фазовых кривых. Понятно, что если посмотреть, что все эти случаи, фактически, которые приведены на предыдущем слайде, они вот для этой системы реализуются, если выбрать функцию фира координатную. Проще всего, так сказать, работать с координатными функциями. Опять же, человек имеет некоторую предысторию для дверных систем. Но я не буду об этом понимать. Ну, вот все эти случаи здесь уже разобрали. Но я приведу более сложный пример. Вот вне локализирующего множества мы разобрали, как все устроено. Но оно если большое, не ограничено, то давайте применим эту процедуру операционную. То есть возьмем другую функцию. Вот вне этого множества, как устроено, мы здесь. Мы описали. Теперь возьмем другую функцию. Ну, вообще говоря, произвольно. И построим с помощью ее локализирующее множество относительно инвариантных компактов, содержащихся, как мы уже знаем, в множестве К1. Это, вообще говоря, подмножество и так далее. Вот эту процедуру построили, о которой я уже говорил. И тогда наши РН распадаются в объединении вот таких вот непересекающихся множеств. Значит, здесь К1 это вот такие локализирующие множества, а это их дополнение в предыдущем локализирующем множестве. Так вот, вот эти разности, они тоже распадаются на компоненты первого и второго рода. Значит, это множество, если находится вот с помощью функции КАИТА какой-то, КАИТА с помощью функции ФИИТА находится, то тоже определение компонент первого и второго рода здесь вот приведено. Естьwandcap Vamp FIAT А? Ну, не больше ноля, больше супремой производной больше ноля . или значение функции меньше n-филма, и производная отрицательная, тогда это первый род. И теорема здесь аналогичная. Что если траектория системы показает итое, локализирующее множество, то она переходит в компоненту первого рода некоторого предыдущего множества. Ну, или, значит, как себя ведет траектория в компоненте первого рода, вот в этой ситуации. Она или уходит на бесконечность, или переходит в компоненту, значит, предыдущего первого рода, предыдущей, сказать, серии, предыдущего множества. И аналогичная ситуация для множества второго рода. Дальше, пожалуйста. Значит, или уходит траектория на бесконечность, или стремится к границе локализирующего множества в пересечении с универсальным сечением, вот к этому множеству, на границе компонента находится это множество. Вот. Или она уходит из локализирующего множества и куда-то там дальше, или попадает в это множество. Фактически, это тот же случай. Что в результате получается? Вот если мы имеем m-функции, и построим вот этот флаг из локализирующих множеств k1, k2 и так далее, km, и посмотрим вот на эти результаты, то вне множества самого маленького km можно ввести такое обобщенное множество компонент первого рода. И множество компонент второго рода. Покажите. Это все компоненты первого рода объединив в одно множество. Это все компоненты второго рода на каждом этапе объединив в другое множество. И у нас остается только локализирующая множество самое маленькое. Так вот, описание объединения траектории вне km дается вот как итог предыдущего вот этой теоремы. То есть, если из km траектория выходит, то она попадает в множество i, и потом, оставаясь в этом множестве первого рода, она уходит на бесконечность. Второй вариант, значит, она попадает, ну, она может уйти и... Вот во втором, теперь, как себя ведет... Ну, в первом множество i все траектории уходят на бесконечность. Объединение множества компонентов второго рода обладает вот такими-то свойствами. Или на бесконечность в этой компоненте уходит, или переход в компоненту i, в объединение компонентов первого рода, или траектория попадает в это самое маленькое локализирующее множество. Тем самым, вот, поведение системы с точки зрения вот такого качественной оценки говорит о следующем. Строим флаг конечный, и вне КМ все, так сказать, можно оценить. Причем, вот эти множества, куда попадает там система, это пересечение универсальной... среднейной точки, где находится вне КМ, это пересечение универсального сечения границы локализирующего множества. Это вообще вычисляемое множество, и аналитически, и численно. И поэтому, так сказать, вот действительно вне локализирующего множества КМ есть достаточно ясная картина о поведении цивилизации. Пример. У меня еще есть пять минут. Вот известная есть система, такая опубликованная вот в журнала «Бифуркации и хаос» известна. Вот трехмерная система, она сложная по структуре движений в некотором объеме, исследовалась в этой системе. Я не буду говорить, но в конце скажу, там в третьем время. Вот я рассмотрю в качестве примера. Значит, вот возьмем функцию А1 локализирующую, вот такую. А точнее второй степени. Значит, универсальное сечение – это элипсоид, а локализирующая множество – это ограничено с двумя поверхностями уровня этой функции, стану быть. Вот когда К меньше нуля, рисунок следующий будет. Следующий, как же, пожалуйста. Вот универсальное сечение, вот Фи равно А1 равно А1, А1 равно А1. Локализирующая множество вот между этими параболами. Следующий, как же, чуть-чуть коснется. Вот производная вне локализирующего множества, она везде отрицательна. Поэтому вот это область второго рода, а это область первого рода. Ну, здесь все ясно. Здесь траектория уходит на бесконечность. Здесь траектории, дополнительный анализ, связанный вот с техникой использования там, что я сказал вначале, показывает, что вот это пересечение, значит, универсального сечения границ вот этой компоненты, это вот эта точка, где достигается минимум, это положение равновесия. Есть одна траектория сюда входящая, а все остальные траектории, они либо попадают в локализирующие множество вот сюда, вот, и не уходят даже здесь на бесконечность. Тут путь один. Все попадает под желтую поверхность сверху. Следующий, так, чуть-чуть. Возьмем вторую функцию локализирующую, чтобы посмотреть, что происходит внутри. Вот ее вот сечение универсальное, это плоскость z равно 0 и прямая, z. Ну и получается, когда мы посчитаем вот это множество, это получается вот такая часть цилиндра, которая между вот этими проболосами. Вот это и есть наше локализирующее множество k2. У функции h2, следующий как, нажмите чуть-чуть. Значит, вот здесь производная, она положительна, и поэтому это есть множество первого рода. И поэтому вот вне этого цилиндрика, между проболосами, все траектории уходят на бесконечность. Либо переходя вниз, ну, на самом деле, именно так. Хотя, то, что я рассказал, следует, что может быть и в этом множестве. На шаге все сюда переходят. Поэтому ситуация такая, еще чуть-чуть коснитесь, что вот в целом, вне наименьшего локализирующего множества, ситуация следующая. Все траектории из внутренности вот этого проболоида, она попадает, стремится к положению равновесия. Вот здесь, остается в этом, в этом множестве внутри проболоида. Остальные, через вот эту часть проболоида, попадают в множество, локализирующее k2. А все остальные траектории, через остальную боковую поверхность, через остальную поверхность вот этого проболоида, попадает в множество, вот, локализирующее k1, из нее выходит, попадает в область 1 и уходит на бесконечность. Ну, вот полностью описание, так сказать, вне km, для этого примера. Ну, внутри, я говорил, это сложная динамика. Смотрите эту статью, и есть там фазовая паркетика, где все разумеется. Нажмите. Вот траектория, которая здесь находится. Которая есть предмет исследования, вот, в этой статье. Значит, а то, что я рассказал, относилось к тому, что мы можем, используя эту технику, находить то область, где все особенности системы с точки зрения фазового пространства сосредоточены, то есть мы локализируем сложную динамику в системе. А вне этого множества есть те 3-4 случая, которые, вот, просматриваются и струются. Ну, еще хочу сказать, что можно такую геометрию, такую простую, представить, что если мы все, скажем, вот, множество первого ровного закрасим в нмерном пространстве в зеленый цвет, то траектория, попадающая и начинающаяся в этом зеленом множестве, она уходит на бесконечность, а остальное множество, оно, так сказать, вне локализирующего множества маленькое, оно говорит, что траектория может повести и витак, и витак, и витак, но все равно вариантов там всего 3-4. О них я сказал. Спасибо за внимание. Спасибо.